Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные влоги Кэм Уз Майн. Сегодня у нас 22 февраля, понедельник. Это самый замечательный понедельник, который только может быть, потому что это выходной понедельник. Вот, сегодня он точно не будет тяжелым. Мы едем на квартиру к нам с рабочим переговаривать, как делать пол в туалете, в общем, как там подключать. Ну, в общем, такие нюансы. Нужно, да, решиться, как все это делать. Оставим его там, а сами поедем по магазинам, потому что к завтрашнему дню Алиска хочет приготовить вкусняшечки. Кэш и кейк. Завтра на 23 февраля. Мы обычно на 23 февраля, как бы, не правдан, но мы бабушки с дедушкой. Вот, потому что дедушка все-таки участник войны. О, да. Короче, а еще вчера мы вечером что-то посмотрели за прошлый год в видео, когда мы съезжали с нашего подвала, да, и, короче, вот уже реально год прошел. Год назад кухню продали, можно сказать. Да, год назад продали кухню, и как раз это, по-моему, первый день, когда мы там не ночевали, да? Да, да, потому что мы пришли, вот у твоих родителей кивали всяческие там одеяла или... Да, мы на полу тогда спали. Я спал на полу. А потом мы спали на матрасе на полу два месяца. А ты спала на своей кровати, смотрите. Что-то иногда. Короче, все, ровно год прошел, как мы живем на чемоданах, прям на жестких чемоданах, то есть вообще без всего, даже без подвала. Даже без подвала. А кто не врубается со времен подвала, когда говорим, жили мы в подвале, посмотрите влоги как раз-таки вот, начиная с прошлого, начиная с год назад и еще раньше, вот так. Короче, мы уже в бау-центре, выбираем затирочку для плитки. Зеленая, да. Взяли такой лючок для вентиляции, железный, четкий прям, лофтовый. Взяли еще два бетоноконтакта. Для тех, кто в курсе, что это, объяснять не будем. А для тех, кто не в курсе, тоже не будем. Короче, нам нужно еще два мешка берем? Два. Берем два мешка старта, это гипсовая штукатурка. Это буду я делать ей. Что еще нам надо? Надо подумать. Надо подумать. Тут, блин, движение, господи, как на дорогах. Все, время идти в метро. Мы здесь были первый и крайний раз перед Новым Годом, да? Да. Ребята, зеленая гречка и самое интересное, это решетка. Но она предназначена для гриля овощей. Ребята, прикиньте, мы приехали домой и поняли, что мы забыли привезти перфоратор, шлифовальную машину, там, зубило. Алис кинул папик, потому что он будет заниматься лестницей. Вот, а мы просто вот так вот взяли и поступили. Ну, еще нам нужно завести вообще-то эти канализационные трубы, чтобы завтра наш рабочий мог уже выкладывать плитку и... Ну, правда, не будет завтра этим заниматься, в смысле, подключением поддона. А, короб сначала, да. А, тогда все нужно. А для этого нужно трубы сначала подключить. Окей, я поехал. Алиска остается, делает вам картошку. Держи, я камеру не беру. Расскажешь. Ну, ты обалдел. Получил холодной рукой. Вообще, смотрите, что делаю. Все, удачи. Не прощаюсь. Пока-пока. Ребята, я хоть и не взял камеру, но я не могу не поговорить с вами здесь, в квартире. Трубы, короче, куплены. Эта штука вообще идеально подошла. Прям вот, ну, почти что идеально. Немножко ее можно там как-то разбереть, что-то придумать. Не знаю, на клей посадить. Но прям мы думали, что здесь дырка намного больше, и этот ключок будет маленьким. Но нет, идеально. Надеюсь, в это время Алиска уже испекает картошечку. У нас сегодня спаржа вкуснейшая просто. Все, еду домой. Недавно Алиска сказала интересную мысль, которая вот сегодня опять получила подтверждение. В Краснодаре погода меняется с приходом дождя, а дождь в основном еще и ночной. Он днем практически, я не помню, когда днем дождь тут прям вот шел. А вот ночью сегодня конкретно шел дождь, и погода сменилась с прохладной на теплую. Плюс 10 градусов за бортом, и я даже езжу с открытым окном. Ну, сейчас закрыл, чтобы не шумело сильно. Алиска накормила спаржей, с картошечкой. Просто обалденно наелся. Но до этого я хотел снять ответку Теме. Тем, да, я обязательно сниму пятиминуточку. Просто тут он запилил мне видос с одной методикой подхода. В общем, жима лежа, например, жима штанги лежа. И я ему сейчас в ответочку буду записывать видео. Уже подготовил здесь лежанку для того, чтобы залечь. Жать. Жать буду 32 килограмма, которые максимум, в принципе, я могу набрать. Хотя я могу с гантем еще накинуть, но я же не хочу себе опять плечи покалечить. Поэтому 32 кг вполне достаточно. И сейчас хочу взять фундук. И немножечко почистить для того, чтобы сделать молоко. Ребята, если вы никогда не пробовали ореховое молоко, категорически рекомендую попробую. Все это дело кидайте в банку с водой, рассчитывая, что на один стакан молока готового уже нужно одну четвертую стакана орехов. Любого ореха. Мингали, гундук, хоть арахис, хоть тыквенные семечки. Фисташки. Фисташки. Любое. Не соленые все остальные. И все это дело просто начинается вот так вот фигачить. Это уже готовое молоко. Осталось только процедить его. Ну, можно через марлю. Есть какие-то специальные цидильные. Цидильные. Правда, я слышал, что есть. Но мы вот через шлачок такой сито процедим и сделаем кофе с него. На самом деле в него можно кинуть ложечку какао, ложечку меда. Вообще, вот сюда надо было финик сейчас закинуть, хотя бы один. Сладенький был. Да, да, добавляю. Мы сейчас так и сделаем. Чтобы сладенький немножко, чтобы кофе уже потом не сошли. Можно, кстати, вон ту вот ваниль добавить. Да. Но это ваниль для кишу кейка. Стручки. Да. Вот, а кишу кейк будет завтра. Весь кайф в безотходности производства. Сделали молоко. Где оно, где оно? Вот оно, целый литр. У нас остался жмых, который мы сейчас просто кинем с кукурузной куру. А, это овсянка. Нет, это овсяная. Овсяная, рисовая и мутовая я хочу добавить. Короче, вообще, просто печеньки сейчас сделаем, вот и все. И как раз будет молоко для кофе, печеньки для желудка. Ребята, хотели бы вы посмотреть, какую прическу я носил, когда в школу ходил? И когда в академию ходил пять лет с половиной? А? Давайте-ка сейчас я вам покажу. Но она не совсем такая будет, но примерно, да? Примерно суть будет ясна. Чуть-чуть. Кстати, я с таким пробором ходила тоже в школе. Второй день так хожу. А, с таким, ну, в смысле, не с таким, каким сейчас будет у меня спросом, с таким. Да, обычно если вот так вот, вот, сейчас посередине. Тоже в школе училась. Так круто. Короче, пойдемте творить на моей голове неведомые вещи. А для этого всего лишь нужно помыть голову. Да, ребят, в школе иногда у меня была прическа и вот такая, и даже подлиннее, наверное, челка, я имею в виду. Доходит до кончика носа. У-ху-ху! Сейчас, правда, у меня все здесь еще выстрижено, как бы, по бокам и сзади. А обычно все это вот так вот все. И уши закрыты были. О-о-о-о! Я беда, держи! Вот так вот надо до концерта ходить. С такой прической. Ну как вам? Напишите. Эмо Старик. Можно же на одну сторону все зачитать. Ну что, ребят, жду с вас комментарий по поводу моей новой прически. Ну, в смысле, по поводу моей старой прически. Это не новая. Завтра зачешу все обратно. А я сейчас зачешу. Ну, все по сторонам, смотрите, какое вообще смешное, дядя. Ребята, короче, с точки зрения банальной эрудиции, знаешь, парадоксальный эффект, где каждый локальный индивидуал способен игнорировать тенденцию парадоксального общества, были бы очки сделать так. И все-таки челка отстой. Отстой, потому что в глаза ледет жутко. Нет, просто ты сразу похож лет на 18. О, пацаны, пойдемте на концерт. Ну, там классная группа играет. Вообще-то, какой отжиг будет? Вот так вообще непонятно. Хипстер какой-то. Вот так более-менее какой-то вот человек. Короче, есть мысль вернуться обратно на старую. На старый добрый чуб. Вот такой вот. Эй. Да, я думаю, вам это по душе. Ребят, все. Все, сейчас будем кушать Алиски на мороженое. Опять. С карамом. Смотреть? Да. Почему-то говорит, что вкуснее, чем с какао. Попробуем, узнаем, расскажем. Первая серия не очень зашла, позвоните Солу. Вообще никак, если честно. Как-то такая специфическая. Но там в конце как бы такая заманушка произошла, что вот как бы вторую серию сейчас будем смотреть и, в общем, надеемся, что нам понравится. Так что, ребята, увидимся с вами завтра. Завтра у нас вообще планируем творческий день такой большой провести. Так что оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, жмите большие пальцы вверх и не переключайтесь. ПОКЕЛА! ПОКЕЛА!